МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Ольга Панова. Сегодня в Республику прибыл президент объединенной авиастроительной корпорации Михаил Погосян. Это уже второй его визит в Чувашию. Два года назад глава Республики и президент объединенной авиастроительной корпорации подписали меморандум о сотрудничестве. И вот пришло время продлить эти взаимовыгодные отношения. Подробности в следующем репортаже. Один из основных участников соглашения НПК Элара. Загруженность предприятий выросла в полтора раза. Появилось 200 новых рабочих мест. 50% в портфеле заказы от объединенной авиастроительной корпорации. Я благодарен вам за то, что вы принципиально позицию заняли. Имеются государственные подходы. Для, конечно, покупателей и потребителей это цена и качество. Те планы, которые у нас были два года назад, связанные по развитию Элары, по объему производства, в интересах объединенной авиастроительной корпорации, они не только выполнены, но даже и перевыполнены. Успехов! Парси в деле! Михаил Пагасян назвал Элару надежным партнером. Нынешнее соглашение позволит увеличить мощности предприятий еще в полтора раза и создать новые рабочие места. Андрей Углов, генеральный директор, уверен, их займут квалифицированные кадры. Мы очень плотно работаем как с нашими высшими учебными заведениями, так и средне-специальными, ну, в частности, технических специалистов для нас готовят. Чувашский государственный университет, ну, рабочие профессии, монтажники, регулировщики, настройщики. Очень плотно работаем, взаимодействуем с Чебоксарским электромеханическим колледжем. За два года наше предприятие показало свои возможности. Поставляется продукция для самолета Як-130. В марте этого года приступили к производству комплексных систем управления для модернизации МИГов. ЭЛАРа – это одно из немногих предприятий, которое выпускает свою продукцию в соответствии с утвержденными графиками между нами и с отличным качеством. Вот я бы просто хотел всем предприятиям, которые входят в авиастроение, пожелать, чтобы они трудились как предприятие ЭЛАРа. Михаил Пагасян предложил ЭЛАРе и другое направление сотрудничества – в развитии гражданской авиации. Кроме того, к 2020 году увеличится и пакет заказов самолетов для нуждобороны. Татьяна Молок, Андрей Шоклев, Республика. Гектар за гектаром. В Чувашии началась пассивная кампания. Если в южных районах Республики работа кипит уже целую неделю, то в остальных тракторы и сейлки только выходят на поля. Сегодня в Урнарском районе сразу в пяти хозяйствах начали сев яровых. Мои коллеги Галина Титарчук и Николай Яковлев лично убедились в этом. Огромная иностранная машина Джон Дир уже третий год подряд облегчает труд вурнарских фермеров. За один раз она выполняет сразу три действия – культивирует, сеет и присыпает землю. В течение дня Джон Дир засевает 100 гектаров. Еще один иностранец, который значительно ускоряет и повышает качество посадки – разбрасыватель Амазония. В такую машину помещается одна тонна удобрения, а мяч на селитры без дозаправки хватает на пять гектаров. А так, на весенних полевых работах участвует 16 агрегатов. Мы планируем яровые ячмень посеять – 3200 гектаров, пшеницу яровую – 400 гектаров, бобы кормовые – 200 гектаров, кукурузу на зерно – 1000 гектаров и кукурузу на силу – 500 гектаров. И таким образом получается около 7000 гектаров будем сеять. Всего же в Урнарском районе планируется посеять 11700 гектаров яровых, 1600 гектаров кукурузы и 1545 гектаров картофеля. Урнарский район ежегодно оказывается в числе лидеров по закупке кондиционных семян. У нас 91,2% кондиционных семян. 720 тонн мы закупили элитных семян. Это очень, конечно, радует. Удобрения по сравнению с прошлым годом мы завезли почти в два раза больше. Потребное количество в районе мы удовлетворили. Но сегодня без удобрений сеять, я считаю, нечего. Если не соблюдать агротехника, не применять средства защиты и не применять удобрения, урожай не получишь. Хорошую господдержку получили. Район в целом с начала года получил 54 миллиона господдержки. Это дотации на субсидированные процентные ставки по животноводству, на гектар обрабатываемой площади. Это хорошо, по спорте было. Вовремя деньги дали. Это для хозяйства хорошо. Аграрии планируют основные работы завершить к 9 мая. Лишь бы небесная канцелярия обеспечила хорошую погоду. Земля, конечно, не полностью поспела. Но это, как говорится, временное явление. Наша задача, в основном, как ответственных работников оперативного штаба Минсельхоза РФ, заключается в том, чтобы главные специалисты, руководители хозяйств, главы администрации сельских поселений и муниципальных районов не проспали посевную. Чтобы каждую минуту, каждую секунду, каждый день, каждый час использовали с пользой. Галина Титарчук, Николай Яковлев, Республика. Новая аллея в честь славного юбилея. Московский район Чебоксара отметил круглую дату – 40 лет со дня образования. Приурочить к этому событию решили и посадку деревьев в сквере Глеба Ильенко. Директор крупнейшего завода когда-то и сам внес лепту в развитие района. Сегодня у его памятника высадился трудовой десант – чиновники, ветераны и студенты. На улице Ильенко сквер, который тоже назвали в его честь, появился не так давно. Первые деревья здесь посадили только в прошлом году. Саженцы пережили зиму и теперь все выше тянутся к небу. На радость местных жителей у памятника почетного гражданина города вновь закипели работы. За лопаты и лейки взялись те, кто лично знал Глеба Ильенко – бывшие руководители московского района. Когда-то они бок о бок с директором крупнейшего завода благоустраивали и озеленяли эти улицы. Нам часто приходилось встречаться с Глебом Андреевичем по вопросу развития района, завода. Он оказывал большую помощь советской власти, нам, администрации в деле развития района и города в целом. Появилась новая аллея. Скоро ей тоже присвоят имя Глеба Ильенко. Вдоль пешеходной дорожки посадили более 30 либ. Благоустраивать этот сквер продолжат и дальше. Это должно быть здесь одно из красивейших мест города. Аллея должна появиться, спуск в Волге здесь должен быть. Вся территория, набережная здесь должна быть благоустроена и место для активного отдыха горожан. Ухаживать за молодыми саженцами, пока они не окрепнут, пообещали молодые сотрудники администрации района. Скоро сквер Ильенко изменится до неузнаваемости. Дмитрий Ковалев, Александр Петров. Республика. Журналисты республиканских СМИ сегодня тоже присоединились к весенней акции. Вместе со всеми деревья сажала и наша съемочная группа. 150 кустарников спирея сегодня будут высажены в сквере журналистов. Как обещают организаторы, к осени они уже зацветут. Это не первая попытка озеленить сквер. Здесь уже высажены туя, каштан, различные кустарники. Но, к сожалению, не все растения приживаются. Чаще погибают. К высадке должен быть особый подход. Просто вставляем в траншею, чуть приподнимаем и закапываем. Чтобы только корневая система была под землей. Чтобы растение дышало, надо чуть приподнимать. Три года назад журналисты решили обустроить сквер на пересечении двух магистральных улиц города. Проспекта Мира и Ивана Яковлева. Отсюда и название «Сквер журналистов». Работа продолжается и сейчас. Выкладываются тротуары, вдоль которых высаживаются зеленые растения. Здесь уже готовы клумбы для посадки цветов. В планах выставить скамейки, урны, построить детскую площадку. Если будет инициатива сделать память наших замечательных журналистов, литераторов, может быть, здесь надо будет сделать и обелиск с именами этих великих людей. Мы хотим, чтобы здесь был уютный уголок для всех горожан, для гостей. Ибо здесь живущие, есть и пожилые люди, есть матери с детьми, могли здесь, недалеко уходя, выйти здесь погулять. А также, чтобы люди могли здесь встречаться, обсуждать свои проблемы, свои темы. Жители района уже по достоинству оценили работу журналистов. Не каждый день их можно увидеть с лопатами в руках. Очень приятно, конечно, что город изеленяется, очень красиво. И ездить с ребенком погулять. Я, конечно, за. «Сквер журналистов» – это лишь малая часть большого проекта по озеленению Чебоксар. Всего в городе этой весной будет высажено 11 тысяч деревьев и кустарников. Татьяна Филатова, Андрей Шоклев, «Республика». Каждая история – это отдельная книга, в которой собраны трагические и счастливые судьбы многих людей. Национальная телерадиокомпания «Чувашия» продолжает свой проект «Родные лица Великой Победы» и рассказывает о наших героях-земляках. Сегодня еще одна история о ветеране Великой Отечественной войны. Виналия Саруя жители республики знают не понаслышке. Ведь он многие годы писал статьи и очерки в районной газете о работниках заводов, тружениках полей. Написал 17 книг о жизни наших земляков. Издал отдельную книгу об их подвигах в годы войны. Кому, как не ему, знать о том тяжелом времени, о горе, которое в одно мгновение перевернуло привычную жизнь. В школу Винали больше не пошел. Стал работать в колхозе. Как и все, верил в победу и был готов воевать, несмотря на возраст. Если потребуется, и идти за Родину. Если будет война, идти и на войну. Ну вот такой нужно. Мы тогда понимали и не понимали про этот патриотизм, но он все же был среди мальчиков, среди школьников, среди пионеров, среди комсомольцев. В 43-м году Виналий был призван на фронт. Его боевой путь начался в Белоруссии, где молодой солдат принял участие в освобождении городов. Полоцка, Вильнюса, Тильзита. Сдав экзамены прием и передачу радиограмм, ему дали небольшую рацию и направили в стрелковую роту для поддержания связи. В военные и мирные годы он работал на ротных, батальонных и полковых радиостанциях. Стал первоклассным радистом. Ветеран признается, за все время службы он не допустил ни одного перебоя со связью. Радиостанции были слабые, маломощные, не очень-то надежные, ломались часто. И вот на ходу надо было ремонтировать, поправлять эти неисправности. А знания у нас слабые были, какие мы были радиоделом, почти не изучали. Война уже подходила к своему завершению, но расслабляться было рано. Виналий Саруев вспоминает, как после очередного боя столкнулся с пленными немцами лицом к лицу. Он был поражен тем, что один из немцев взял губную гармошку и стал играть известную всем «Катюшу». Увидел немца так близко, и мне, особенно этот музыкант, показался даже как-то близким человеком. Скорее всего, за эту песню, за мелодию «Катюша». Эту песню знал не только советский народ, и мы, дети, знали, значит, пели, наверное, и в германской армии. О победе Виналий узнал самым первым и поспешил сообщить всем. В 12 часов ночи, на 9 мая, Москва объявляет, будем передавать важные государственные сообщения. И вот Левитан прочитал, говорит, Москва. Вот он говорил так, война, которая длилась 1418 дней и ночей, завершилась. К сожалению, у ветерана не осталось фотографий, сделанных в годы войны. Но, несмотря на это, в его памяти по-прежнему живы лица тех солдат, которые плечом к плечу шли на врага и отстояли родину. Татьяна Филатова, Андрей Шоклев, Республика. 25 апреля исполнилось 165 лет со дня рождения педагога, просветителя, патриарха чуварской культуры и письменности Ивана Яковлева. Чуварскоязычное сообщество отмечает и День родного языка. Безусловно, это говорит об уважении к Ивану Яковлевичу Яковлеву. Основные празднования прошли на родине просветителя, в селе Кошкиного-Тимбаева Тетюшского района в Татарстане. В школах республики в эти дни проходят тематические уроки, олимпиады, концерты, где вспоминают чувашского просветителя. В родном селе Яковлева Кошкиного-Тимбаева Тетюшского района Татарстана прошел митинг. У часовни, возведенной на месте дома, где родился Иван Яковлев, собрались гости из Чебоксар, Казани, Тетюш, Буинска, Ульяновска. На праздник приехала делегация из Москвы. Любовь Михайловна призналась, что по стопам своего прадеда по линии мамы, она со своей семьей, пусть в меньшей мере, но продолжает его просветительский путь. Одно из самых главных, то, что повторяется в нашей семье, что любое маленькое дело, делай с любовью, делай тщательно. Как Иван Яковлевич вставал в три часа утра и начинал работать, у нас семья тоже такая, все трудолюбивые. Это созидающий труд на благо Родины и на брагопросвещение. Так получилось, что и вся наша семья, и мой муж, и я, и мой брат, племянники, племянницы, они работают на просвещение. Мы делаем учебники. Вот сейчас мы рады представить, я на конференции расскажу, учебник, где мы поместили, федерального уровня по литературе, где мы поместили завещание Ивана Яковлевича, его биографию и портрет. Позднее собравшиеся приняли участие в закладке камня-часовни. Памятную капсулу с обращением к будущим поколениям откроют 25 апреля через 85 лет. Построят монумент славы видным деятелям, уроженцам села. Здесь же стартовал легкоатлетический пробег, маршрут которого пролегает через Чебоксара до деревни Юрмеркейки на Маргаушского района республики. Родина основателя Чувашской народной газеты «Хабар» Николая Никольского. В забеге участвуют легкоатлеты Татарстана и Чуваши, среди которых мастера спорта, призеры различных соревнований. На каждой остановке легкоатлетов ждали с хлебом с солью и устраивали знакомство с местными достопримечательностями. Посещение музеев – обязательная часть программы. Ожидается, что марафонцы придут к финишу 30 апреля. Намифата Герова, Александр Петров, Республика. Если ваша маленькая непоседа вдруг притихла, это еще не означает, что ребенок набедокурил. Может быть, ваша дочка просто взялась за нитки, иголки и пяльцы. Чтобы заинтересовать и приобщить детей к вышивке, а заодно и к истории народа, фирма художественных промыслов «Похотере» ежегодно проводит конкурс, посвященный этому виду прикладного искусства. Песни, танцы, счастливые детские лица на сцене. А вокруг – чувашская национальная вышивка и все, что с ней связано. Полный зал Дворца культуры поселка Кугеси показывает – не все современные дети просиживают вечера за компьютером. Эти ребята предпочитают сидеть за пяльцами с нитями и иголками в руках. Пофантазировать на тему национальной чувашской вышивки детям предложила фирма художественных промыслов «Похотере». У нас уже в этом году четвертый конкурс. Конкурс называется «Похотере. Народные мотивы на века». География конкурса расширяется с каждым годом. В этом году «Похотере» собрала около 200 детских работ из разных районов республики. В конкурсе участвовали не только те, кто мастерски владеет иголкой. Вышивке посвящали рисунки, сочинения и даже стихи. Чтобы написать сочинение, ребенку нужно изучить какой-то материал. Чтобы вышить или нарисовать, также нужно изучить наш орнамент чувашской вышивки. То есть все работы с каждым годом все серьезнее и интереснее. Вышивкой украшали быт и одежду с древних времен. Современные детские работы доказывают. Мода меняется, а вышивка остается. Мы представили на этот конкурс 15 работ. В основном современные костюмы на традициях народных. Я представила на конкурс орнамент на одежде. Узнать о чувашском орнаменте мне помогали учителя. Вышивали, рисовали и сочиняли целыми творческими коллективами. Вместе с детьми в традиции народного промысла вникали преподаватели. Здесь не только вышивание. Здесь по декоративному, прикладному искусству много работ было. Изучая эти традиции, дети с пониманием относятся к этой работе. Они чтобы знали в дальнейшем, какие национальные орнаменты старинного вышивали. И в дальнейшем тоже мы развиваем эту традицию. Несмотря на то, что это был конкурс, обошлось без проигравших. Все участники получили дипломы и награды. И самое главное, умения, знания и отличное настроение. Ольга Григорьева, Ольга Пыречкина, Николай Яковлев, Республика. 27 апреля Россия впервые будет отмечать День парламентаризма. Дата установлена в честь первого заседания Государственной Думы первого созыва. Напомним, было это в 1906 году. О том, как живут и работают парламентарии Республики, смотрите сегодня в программе «Законодатели». Она выйдет в эфир национального телевидения в 20 часов 30 минут. У меня же на этом все. Я с вами прощаюсь. Хороших выходных. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА